Это ретро-эфир в студии Елена Крылова. Здравствуйте! Сегодня специальный выпуск. Ушел из жизни известный рок-музыкант Валерий Катин. Его называли патриархом абаканского рока. Он был в числе первых, благодаря кому зародилось абаканское рок-движение. Сегодня до сих пор меломанам знакомо название группы Rockout. Она появилась в конце 80-х и существовала вплоть до первого десятилетия 2000-х. Рокаут – это смелость, которая буквально взорвала публику и стала одним из знаковых явлений так называемого абаканского андеграунда. Тяжелая музыка и яркий вокал Вадима Сидорова создали свой уникальный стиль. В своих надземных сапог чужих мозгах неба рай! Снула я дым со ствола вообрази себе рай! Ведь правда у истины взят в плетении умных славяст! Как лакопулька и кровь там, где ты сделал развяз! Это фрагмент клипа, снятого, предположительно, в 2004-2005 годах. Сделанного, кстати, достаточно профессионально. А вообще, Rockout появился исключительно на энтузиазме. Состав группы менялся, но ее лидерами и вдохновителями считаются Валерий Катин и Вадим Сидоров. Rockout завоевывал признание публики с конца 80-х, то есть еще в те времена, когда не было интернета. Поклонников жанра музыканты искали на живых выступлениях и находили. В нашем архиве сохранился материал о концерте группы Rockout с интервью ее участников и зрителей. Это 97-й год. Предлагаем посмотреть репортаж полностью. В прошлое воскресенье, в День молодежи, около Победы собрались молодые люди, чтобы посмотреть и послушать выступления рок-групп. Рок-музыка весьма популярна среди молодежи. Практически нет ни одного человека, который не был бы знаком с творчеством таких групп, как Сектор Газа, Наутюс, Пампилиус. Ознакомы ли молодым людям наши, республиканские рок-группы? Наши я вообще не слышал. Вообще не слышал, правда. Рок-аут постоянно, постоянно всегда был рок-аут. Его знали. Рок-аут еще, по-моему, в 80-е последние годы. Рок-аут. Всегда его знали. Абаканская рок-группа. Да, ветераны городского рок-движения, группа «Рок-аут», недавно возродилась и начала восстанавливать и готовить новую программу. Рок-аут сейчас в таком становлении интересном. Мы ищем до сих пор стиле. Вообще, рок-аут всегда был экспериментарской группой. И какой-то вот... Но основа, конечно, это тяжелый рок. Как бы так это на... В общем, стихи Вадима Сидора тут играет большую роль, потому что я считаю, что он поэт... Рок-поэт настоящий в городе Абакане. Рок-поэт настоящий, правда. Да, ну, действительно. То есть основа вот такая вот стихи и музыка. Сегодня группа играет хард-рок с различными элементами из разных стилей. Фанк, джаз-рок. Появились вокальные варианты, трехголосие. Группа сформировалась по технике. Хороший гитарист, барабанщик. Мы сейчас готовим сольный концерт и, наверное, премьеру прокатим в Театре Рампа. Бесплатно. А вообще, в августе планируем фестиваль. Рок-фестиваль в городе провести. А программа этого рок-концерта, который шел в течение пяти часов, была выстроена по контрасту. Сначала выступает команда более легкого, акустического звучания. Потом более интенсивного, тяжелого. Все они разные и по характеру, исполнение и по звучанию. Есть типичные панки, есть исполняющие балладный, лирический рок. Музыканты из Абакана и Черногорска. Группы Айран, Хедя, Фактор, Нищеграф, КВЖД, АТЛ, Руны. Пели и отдельные исполнители. Состоялся дебют пока малоизвестной любителям рока Лены Орловой. А вечером горожане всех возрастов и званий отдохнули и потанцевали на бесплатной дискотеке, который состоялся прямо здесь, на улице, около городского центра культуры Победы. Валерий Катин был не только смелым и талантливым музыкантом. Еще в 80-х он работал фотографом в нашей государственной телерадиокомпании «Хакасия». А позднее, уже в нулевых, звукорежиссером. Был создателем и участником нескольких рок-проектов. Одним из последних стала группа «Клиника Эйр». Много занимался с подрастающими музыкантами и на его сольных выступлениях всегда были зрители. «Есть у меня песни различные, песни обычные вам ни к чему. Есть у меня песни обычные, но безразличные мне самому». Если поискать сегодня в интернете, то находится несколько статей в региональных СМИ о Валерии Катине. И журналисты отмечают одну интересную деталь. Никак во время интервью он не соответствовал образу сурового русского рокера. Был приветливым и доброжелательным. Он стал глубоко верующим человеком. И в вере тоже нашел применение своему музыкальному таланту. Стал одним из создателей трио «Соборяне». Трио выступало в разных городах Сибири. Однажды его услышал и патриарх Кирилл, который высоко оценил уровень и даже назвал миссионерским делом работу музыкантов. Ведь звучали они так, как поет русская душа. Валерий Катин молодежи в музыке всегда советовал пробовать разные жанры. Говорил, что с музыкой нужно общаться, чтобы ее понять и найти свое место в ней. Он пел в церковном хоре. Это кадры праздника Крещения в январе 2017 года. Тогда он дал небольшое интервью нашему телеканалу. Может, человек даже через это соприкасается тоже с благодатью. Может, кто-то через это и к Богу придет. По вере вашей, да будет вам. Спасибо. С праздником вас. С праздником.